Добро пожаловать на зону, друзья! Эх, наша жизнь невозможна без селедки. Знаете, селедка это наше все. Я вам должен сказать, ребята, что не только мы селедочная страна. Селедку, например, еще очень любят в Польше. Я вот однажды многому научился у одного польского шефа, который очень интересно готовил селедку. Но это все впереди. А сейчас вы даже не представляете, что будет. Представляете, вы, наверное, увидели на заставке. Я сейчас вам покажу, как замариновать селедочку соленую, чтобы она была вкуснее, в исландском стиле. Кто из вас не помнит существующие до сих пор консервы, такие маленькие баночки, такие невысокие? Там написано «Исландская селедка». Шикарная вещь. В винном маринаде, а чаще всего в красном. Вот сейчас я сделаю винный маринад, и вы пальцы свои съедите, которые обрабатывают селедку. Смотрите, исландская селедка в красном винном маринаде. Бросайте все и смотрите сюда. Главный герой у меня сегодня будет, конечно, красное вино. Я сейчас его вот так вот налью в кастрюлечку. Смотрите. Ясно, что на базе этого вина я буду делать как раз маринад для селедки. Пусть оно закипает. Оно сейчас быстро закипит, потому что у меня плита индукционная. Ну, сахар. Никакая селедка не может быть, не может жить без сахара. Вот не может. Хорошая щепотка сахара поступает. Вот вино закипает. Видите, как аппетитно. Еще, кстати, селедку очень любят в Скандинавии. Там очень часто ее сопровождают сладкими вкусами. Сладкий томатный соус, сладкий горчичный соус, сладкий карри соус. Баночки в Финляндии там стоят. Да, в Швеции. Шикарно. Вот как у меня хорошенько булькает вино с сахаром. Теперь смотрите, набор специй. Набор специй. Лаврушка. Много не надо, потому что будет слишком сильно. Лаврушка. Дайте мне... Сейчас вот так бывает. Ингаляцию люблю. Ингаляцию вином. Сейчас я прибалдею немножко. Я уже сейчас... Сейчас я уже заведусь, потому что винными парами надышался. Значит, лавруха. Теперь буквально парочку... Это гвоздичка, да? Посмотрите, опять же, на трудовую руку. Парочку гвоздичин. Вот, наверное, еще сейчас одну возьму все-таки. Парочку гвоздичин. Парочку душистого перца, ребята. Ну вот, да? Душистый перчик. Он такой перчик, да? Более крупный, чем обычно бывает перчик черный. И он гладенький, а перчик черный. Он всегда такой целлюлитный, в общем. Ну, женщины меня поймут. Да, вот это будет, значит, такой маринад. Ну, все, видите, гвоздика, лаврушка, душистый перчик. И теперь я, видите, что делаю? Ну, во-первых, я удаляю алкоголь из вина. Его там уже нет, потому что алкоголь имеет температуру, да, так сказать, кипение и испарение весьма низкую, поэтому его уже нет. Но сейчас я должен выварить специи, и я должен усилить вкус вина. Потому что выпаривание всегда усиливает вкус и жидкости. Это, кстати, очень распространенный прием в кулинарии, выпаривать жидкости. Там бульоны для соусов и так далее, и так далее. Вот сейчас идет процесс вот такого интенсивного испарения. Я хочу, чтобы вкус поднять. А пока я могу заниматься селедкой, чтобы не терять время. Ну, заодно расскажу вам, покажу, как обрабатывается селедка. Это поварской способ, который предполагает нож. Работать в основном ножом. Ну, посмотрите, мало ли пригодится. Косым срезом удаляется голова. У рыбы всегда голова удаляется косым срезом. Видите, у меня нож под углом, чтобы не потерять шейную часть рыбы. Его разворачиваю и удаляю голову. То есть, видите, что у меня получается? Как я вырезаю голову, что здесь не остается вот этого куска шеи. Ну, так просто рациональнее. Голова вкусная закуска. В голове есть хрящики всякие, да? Можно ее, конечно, не выбрасывать. Я обычно не вспарываю живот, а отрезаю немножко часть живота. Мне так проще работать. Отрезал часть живота. Вот тут молоки есть. Я сейчас буду держать в руке молоки, ребята, и рассказывать вам, как их можно рационально использовать. Вот если бы сейчас я не делал винный маринад, я бы взял эти молоки. Внимательно слушайте! Я бы взял эти молоки, взял бы вот это, блендер погружной, положил бы эти молоки в стакан от блендера, добавил бы туда сметаны и лимонного сока и взбил бы в такое пюре-соус. И потом залил бы селедку. Лучше, чем секс работает. Но сейчас это не моя цель. Поэтому сейчас я снимаю филе, как у обычной рыбы. Веду нож вдоль хребта. Вот одно филе. Сейчас пойдет второе филе. Вот остался хребет. Ну, он мне не может тоже там вот так вот обгрызть, я не знаю. Не обгрейдь, а обгрызть. На одном филе есть остатки плавника спинного, который я вот так ножом убираю. И сейчас убираю реберные косточки ножом. Видите, я очень экономно их срезаю, потому что у меня нож гибкий. И немножко филе подровняю. Вот у меня остается филе. Оно еще на коже, видите, кожа здесь еще есть. Это было одно филе. И видите, очень важно селедку не чистить, пока она целая от кожи. Потому что кожа натянута. Я пока сдвину сотейник. Вот так. Кожа натянута, она плохо чистится. Смотрите, как чистится кожа хорошо. Вот смотрите, два филе я положил на доску мякотью вниз. Теперь я беру, подрываю кожу с одной стороны, от головы. Рукой нажимаю на филе. И посмотрите, чулки так хорошо не снимаются у подготовленной женщины, как я снимаю кожу с селедки. Одно филе. И чулочек. Мужчина, тренируйтесь на селедке. Это помогает. Снимать чулочки надо тренироваться на селедке. И теперь вот два филе. У меня есть красивое. Я вот здесь замариную. Можно в баночке мариновать, конечно. Но пока я возвращаюсь к маринаду. Теперь я сейчас возьму дополнительную досочку чистую, чтобы она была чистенькая. Вот так. И смотрите, рубану луком. Я люблю мариновать селедочку с луком. И теперь нарежу лучок вот так вдоль. Такими, когда удастся мне, дольками. Вот они. Значит, лук поступает в вино. Выпаренное. Оно такое кисловато-сладкое. Да. И теперь мне нужно попробовать. Определенно не будет хватать кислинки. Поэтому у меня на готове, ребяточки, есть уксус. Это рисовый уксус. Я его, знаете, почему люблю? Потому что 4% кислотности, он очень гуманный. Подкисляю. Чтобы было кисло-сладко. И теперь подогрею, чтобы чуть-чуть бланшировать лук. Чтобы он потерял свою злость. И сейчас чуть-чуть его прогрею. Заодно попробую, как у меня здесь. По кислоте. Должно быть кисло-сладенько. И выраженные ароматы специй должны быть здесь. Вот. Мне сейчас очень и очень неплохо. И пока я нарезаю селедку. Вот, видите как. Закипело. Прочитали отче наш. И снимаем, чтобы лук не переварить. Чтобы он оставался хрустящим и таким сочным. Все. Есть. Теперь я селедочку кладу. Ну, считайте, что это какая-то рабочая емкость. Я ее нарезаю. И положу ее вот в эту мисочку. Вот так вот. Вот мисочку положу ее сейчас. Чтобы залить ее маринадом. Это может быть и бессистемно. Селедка уложена вполне. Остаются хвостики. Чуть-чуть сейчас я ее более компактно здесь положу. Чтобы хвостики тоже. Хвостики вот сюда сейчас пока в серединочку ставлю. И теперь мне остается только, друзья, дождаться, когда маринад этот остынет. Ну, как сделать, чтобы он быстрее остыл? Ну, например, перелить его в мисочку в холодную. Он уже будет, он быстрее будет остывать. Вот так. Сейчас я. Лучок. Вот такой, да, маринад. Сейчас еще чуть-чуть он остынет. И, собственно, потом я залью селедку этим маринадом. Нам придется наверняка сейчас немного подождать, чтобы процесс остывания завершился, да? Ну, вот, ребята, прошло совсем немножко времени. Просто остыл маринад, да? И теперь я залью. Ну, а сейчас так вот. Неплохо он ложится, да? Сейчас я вылью жидкость, а потом уже сгоню сюда лук. Прямо в этой мисочке можно ее и подавать. Ну, повторяю, замариновать селедку так можно в служебной миске. В какой-нибудь баночке, например, да? В лоточке в каком-то. А подать уже более красиво на стол. А так, видите, селедка абсолютно готова. Ну, ей нужно какое-то время полежать. Я считаю, что ночку хорошо ей полежать. То есть проведи с селедкой ночь, и тогда будет все хорошо. Это была моя версия селедки, маринованной по-исландски в красном маринаде на базе красного вина. Пользуйтесь, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, дергайте себя за колокольчики, делитесь ссылкой. И я вам настоятельно рекомендую сделать такую селедку в новогоднюю ночь. Но другие праздничные дни или даже будни совершенно не исключают приготовление такого блюда. Встретимся на зоне. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok